Бурные прозрачные реки и водопады, озера и высокие покрытые лесом горы, расположившиеся между отрогами главного Кавказского хребта. Таким предстаёт Архыс перед многочисленными гостями Карачаевой Черкесии. Даже необычное имя этой местности таинственно. Одна из версий происхождения Архыс от карачаевского слова «арёказ», то есть «красивая девушка». И правда, эти места очаровательны и загадочны. Кого-то Архыс привлекает горнолыжными спусками, кого-то пешими прогулками и вкусной кухней, а кого-то многовековой историей. Сегодня наш путь ведёт Воланское городище. Но прежде попробуем увидеть всю его красоту с высоты птичьего полёта глазами того, кто скрывается среди скал. Это удивительное место уже стало популярным объектом паломничества. Оно привлекает верующих из разных уголков планеты. А эту лестницу в народе называют «дорогой к лику Христа». Установили её в 2011 году. До этого на 100-метровую высоту приходилось карабкаться по скале при помощи верёвок. 196, 197, 198, 199, 200. Шаг уже, конечно, не такой бодрый, как в начале пути. Позади 200 ступеней, а впереди ещё более 300. Если честно, по привычке проверяют достоверность информации. Правда ли, что эта лестница состоит из 526 ступеней? И всё же изнеженным городским жителям преодолеть 526 ступеней, а это высота примерно 30-этажного дома, непросто. Но на некоторых пролётах есть скамейки, где можно присесть, отдохнуть и сделать красивое селфи. И вот, наконец, мы на смотровой площадке. На отвесной скале, укрытой от непогоды естественным каменным навесом, открывается нашему взору удивительная достопримечательность – наскальный лик Христа. Это самая высокорасположенная икона в мире. Также учёные склоняются к мнению, что эта икона может оказаться самым древним образом спасителя в России. Однако время создания лика всё ещё остаётся загадкой. Его обнаружили в Архызе в 1999 году, хотя слухи об иконе в этих местах ходили давно. Нашли лик братья Анатолий и Сергей Варченко. Интересно то, что они много раз проходили мимо, но обнаружили изображение не сразу. В один из дождливых дней молния сверкнула над одной из вершин, и братья увидели на скале заветный лик Христа. Изображение заметить непросто не только из-за особенности расположения. На солнце скала отсвечивает, и лик становится почти незаметным. Поэтому в пасмурную дождливую погоду найти его оказалось намного проще. Само изображение не очень большое – 140 на 80 сантиметров. Образ является древней фреской, написанной методом яичной темперы. Для нанесения рисунка использовалась краска трёх цветов – белого, красного и коричневого. Несмотря на это, многие верующие продолжают называть изображение нерукотворным ликом Христа. Они аргументируют название тем, что на такой высоте нанести изображение очень сложно. Чувствуется это легко на душе. Всё забывается плохое. Считается святое место. Поднимались, старались, чтобы посмотреть. Истинное же происхождение архийского лика Христа до сих пор неизвестно. Историки не могут точно определить возраст иконы. Предположительно, изображение датируется IX-X веками н.э. Дополнительным аргументом в пользу этой теории является то, что лик обращён к северному храму Аландского городища, который был построен в это время. Вот туда мы теперь отправимся. Туда, где тысячу лет назад кипела жизнь в городе Маас, столице Аландского государства. Городище протянулось на 2,5 километров на север вдоль Большого Зеленчука. Находится на высоте 1150 метров над уровнем моря. И когда-то было обнесено защитными стенами. Обычно горные поселения старались располагать высоко в горах. Нижнеархызское городище, наоборот, находится в низине. Оно надёжно сокрыто в глубине гор, защищено от труднопроходимой горной рекой и высокими лесистыми хребтами. Однако при этом имеет чрезвычайно удобный выход через долину реки Большой Зеленчук к обширным равнинам пред Кавказья. С южной стороны от него отходит небольшая горная тропа, ведущая к перевалу Санчара и в районе Сухуми, выходит к побережью Чёрного моря. В древние времена эта тропа являлась частью транзитной магистрали, соединяющей Алландское городище с внешним миром, в том числе с Константинополем. По широким караванным дорогам проникало христианство от берега Чёрного моря вглубь материка. В столице Алландского государства Моаси строились храмы, писались иконы. Следы богатства и величия зодчих того времени дошли до наших дней. Немые свидетели былого великолепия – архыские храмы, заставляют восхищаться мастерством и навыками средневековых строителей. На территории городища храмы соседствуют с языческими культовыми сооружениями, поскольку до принятия христианства большинство Алланд преклонялись огню и солнцу. В начале пути нас встречает древний тюркский воин из камня – пятиметровый алландский менгир. К древнему городу были проложены дороги для караванов, перевозивших товары из Средней Азии к побережью Чёрного моря. Дорогу охраняли вот такие воины-тюрки. Это своего рода указатели движения каравана, встречаются на всём Северном Кавказе. Далее наш путь ведёт в Южный храм. Он возведён в X веке, позднее перестроен в русский стиль и является одним из древнейших действующих храмов в России. Перестройка храма – дело рук монахов, основавших 1820-х годов при древних церквах Александра Афонскую нештатную общежительную пустынь. Сохранилась роспись алтарной части. В 1991 году храм был освящен во имя святого пророка Ильи и называется Церковь святого пророка Ильи. А это Средний храм. Датирован IX веком, сложен из песчаниковых плит на известковом растворе. Строивший его зодчи соблюдал не только пропорции, но и руководствовался византийскими стилями архитектуры, сделав храм в форме креста. Полная высота храма соответствует его длине, а высота окон барабана равна радиусу купола. Из внутренних деталей в алтарной части отмечались остатки престола, выявленными раскопками братьев Нарышкиных в 1867 году и Синтрон. На стенах пилястры, сводах были устроены голосники. Северный храм был кафедралом Аландской епархии и, как полагают археологи, вполне мог быть собором, обслуживающим христианское население города. И, наконец, самый величественный и монументальный среди храмов Нижнего Архиза – Северный храм. Он представляет собой трехапсидное крестокупольное здание, сооруженное из затесанных квадров и плит с двумя парами мощных четырехугольных столбов, делящих помещение на три продольфных нефа. С трех сторон храма примыкают притворы, прикрытые цилиндрическими каменными сводами. Надо отметить, что без этих притворов здание строго пропорциональное, то есть ширина его 10,5 метров равна половине длины – 21 метр. Тем самым был соблюден один из основных признаков соразмерности храмов, о чем писал еще римский архитектор Ветровий. Храм датируется первой четвертью X века. Одна из многих находок при раскопках – перстень печать армянского царя Ашота, прямо подтверждает это. Исторические факты документальные достоверно свидетельствуют об архитектурно-исторических связях Алании с восточно-византийскими провинциями и особенно трапезунтом. Это первый храм, который видели купцы шелковых караванов, возивших товары из Китая в Византию. Эти замечательные памятники раннесредневекового зодчества, самые древние на территории России, свидетельствуют о высокой культуре их строителей, о конфессиональной терпимости. И по сей день на этой земле в Карачаево-Черкесской республике, в этом прекрасном уголке большой России, в мире и согласии живут наши народы и чтут память своих предков. Вот такой большой музей истории под открытым небом. Это не просто крупнейшее оландское поселение 9-12 веков, а настоящий помпей для археологов и историков. Еще много тайн им предстоит разгадать. А тот, кто хоть раз побывал здесь, будет возвращаться сюда снова и снова. Светлана Казиева, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Архыз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...